Первое великое пробуждение В 1726 году О нем как-то мало написано А вот 1734 Это уже очень важно Это Ионафан Эдвардс Ионафан Или Джонатан Эдвардс Знаете У него был Дедушка Который имел В твердую веру Что если есть посев То когда-то должна быть жатва Хорошая вера Если мы сеем То когда-то пожнем Если не ослабеем Написано Поэтому Вот это и убеждение Имел Ионафан Эдвардс И в его время Не в дедушкино время А в его время Пришло это пробуждение Значит Это сам Ионафан Эдвардс Он Это Жил Конгрегационалист Он жил В Нордхэмптоне Это центр И он никуда не ездил Уайтфилд Распространитель этого пробуждения Он ездил по всему побережью Объединяя колонии Проповедуя Выжигая огонь Это пробуждение По всем колониям А тот Это Ионафан Эдвардс Не сходя с места С этого Нордхэмптона У него была проповедь Одна На одну тему Грешник в руках гневного Бога Вот какая тема была у него Грешник в руках гневного Бога Люди трепетали там Каялись Страх на спасение Да Страх на спасение Вы понимаете в чем дело Что все на своем месте Когда ты Невежественного человека Пугаешь страхом То это ты наносишь вред его душе А когда Самоуспокоенного Удовлетворенного Вот Не думающего совершенно о Боге Это все люди были Невежественными Первых американцев Назвать нельзя Вы понимаете как Нет Его конгрегационалист Его Ну Это те Потомок тех Кто первые заселили Эти пилигримы Все кто приезжал в Америку Это были очень образованные люди Вот я вам говорила про Майфлауэр Да Этот корабль Первый привез Столк колонистов Которые многие погибли Но следом за ними Прибыл корабль Который привез 65 богословов Ученых богословов Представляете Они еще не построили Себе следует Дома Но они уже Основали Кембридж Гарвард И Ельский университет Это и сейчас Являются старейшие И такие самые Где богопочитание высоко стоит Поэтому Вот у них образование На первом месте стояло Церковь На первом месте стояла И даже свои дома Они как-то занимали Потом второе место Ну и Это пробуждение В 1934 году Джорджу Уайтфилд Который Ездил Вот по побережью Тоже вдохновляя Вы знаете ли Это была Огромная масса покаяний И необыкновенное Такое побуждение было И дальше Очень печально Будет Что Начнется Война Вот про эту войну Я буду говорить Во время которой После которой 10% населения Только Исповедовали христианство И такое было Вот Упадок Ну это потом Будет опять подъем Революция Привела к быстрому Падению Пробуждения И моральные Падения были Вы подумайте Из Англии К ним Просачивался Атеизм Из Франции Атеизм Скептическая И атеистическая Литература Поэтому Вот Нужно было Новое пробуждение Уже после революции И оно тоже придет Ну теперь Значит Что тут еще Интересное По заселению Американская Значит Деноминационализм Это я уже объяснила Не было деления На церкви На секты Американская Действительность Располагала К разделению А не к единству Рой Роится Знаете Рой Здесь Потом от него Отделяется другой Отделяется Третий Сложилось Из европейских Церквей И сект Сложились Деноминации Особенно Много Там стало Баптистов И сейчас Очень много Баптистов Америка Очень подходит Для баптистов Которые Люди Независимые Они возникли Как независимые Такое Направление Религиозное Почему Отделение От церкви Отделение От государства Независимость Ну и Поэтому Вот Америка Очень подходила Ее условия Подходили Для баптистов С их независимостью Американский Пуританизм Пуритане Английские Там приобрели Новые черты Значит Пуритане Раньше В Англии Ну вы вспомните Что вы знаете Про пуритан В Англии Очистить церковь От католичества И потом Значит От безнравственных Людей Здесь Пуританизм Приобрел Более широкое Понятие Широкое значение Значит Ну Библия Единственный источник Спасительного знания Это как прежде Они думали А дальше Человек Это Божий инструмент И объект Его страдающей любви Человек Это инструмент Божий И объект То есть Бог пострадал Любя человека И он этого человека Использует В своих целях Сейчас я хочу Вам сказать Это сказалось Убеждение Британское В их переводе Библии У меня дома Есть несколько Разных переводов И вот это место Когда я прочитала Избранных По его Изволению Слово Изволение Знаете Такое слово Да Так знаете Как оно переводится Изволение Это избранное Для его цели Чувствуете Оттенок Вот этот оттенок Человек Это инструмент Для его цели Человек Избран Для его цели Это очень интересно Оттенок дает И избранию То есть Труд определенный Назначен Цели определенные С нами связанные Бог Расчитывает На нас Он Дает нам Свободную волю И выбора Но он Открывает нам Пути По которым нам идти А мы все Вопрошаем Божью волю Да И получаем Это очень интересно Общество Третьих убеждений Это место Где достигаются Божьи цели Общество Это место Где достигаются Божьи цели То есть Американский Пуританизм Отличается От английского Англичане Заботились Только о том Чтобы Избавиться От католических Остатков И повысить Нравственность Вот И здесь У этих Пуритан Большое Отличие От средневекового Мышления Это очень Важный момент Отличие От средневекового Мышления Средневековое Мышление Имело Две Особенности Средневека Это авторитет Прежде всего Чего? Церкви Авторитет Церкви Это единственный Канал спасения Это там Таинство Совершается Это вы Все тоже Знаете Традиции И авторитет Церкви И вторая Особенность Вытекает Из первого Что Богом Данное место Человека В общественном Порядке Неизменное То есть Если ты Крестьянин Ты никак Не можешь Вертикально Развиваться Стать Феодалом А потом Придворным А потом Князем Абсолютно У тебя Вот такое Развитие Крестьянин 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 Понимаете Как? Раз навсегда Установленное Место И вот Американская Действительность Она Совершенно Разбила Этот Средневековый Стереотип Весь Мотор Жизни В Америке Что ты Чистил Сапоги Но можешь Так Идать Президентом Ну вы знаете Такая идея Да? Возможность Имея Способности И желания И трудясь Ты можешь Вертикально Вот это Пройти Путь У них Были Долгие Собрания И длинные Проповеди И пения Псалмов Без мелодии Инструментов Не было Чтение Библии Надо помнить Что у них Не было Ни газет Ни радио Ни телевидения Ни театра У них Была Только Церковь Ну так Можете Представить Себе Ни радио Ни телевидение Ни газет Ни театра Только Церковь Была Поэтому Проповеди Никто не спешил Длинные Никто не спешил Смотреть Сериал Какой-нибудь Вот И поэтому Длинные Собрания Длинные Проповеди Долгое Пение Псалмов ТВ-семинари Благотворительный Проект Наш общий Вклад Обеспечит Доступное Христианское Образование И формирование Сотен Служителей По всему Миру Поддержите Наш проект Молитвой И финансами Информацию О чем Молиться И как Пожертвовать Вы можете Найти На сайте ТВ-семинари Точка Ком Чтобы Вам еще Про это Пробуждение Которое Будет Дата Я округлила Даты 1740 1744 Три года Вышло Пробуждение Иоаннафана Эдвардса Проявлялось Это Пробуждение Имейте Ввиду Зарубку Себе Сделайте Проявлялось Оно Яростно Люди Кричали Рыдали Тряслись Галлюцинировали Даже Были Самоубийства И болезни Церковь И поддерживала Это Пробуждение Но И Частью Были В оппозиции Я хочу Сказать Что Такие Точно Пробуждение Были И в более Позднее Время В девятнадцатом Веке Мир В огне Есть такая Книга Описывает Пробуждение В Уэлси Вы знаете Вас это удивляет Или не удивляет Яростные проявления Пробуждения Неудача 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 Там доброты Главские Так А как ты думаешь Когда Касается Господь Сердце Что Что Враг Сатана Чувствует Понятно То есть Там где Начинается Пробуждение Это Святость И радость И благодать И это Это самоубийство Галлюцинации И яростные проявления Вы понимаете Потому что И вообще Человек Который Все это касается У него Ведь может Выходить Его зло Таким образом Что Я просто Вспомнил Как у нас В России В 90-х годах Ну Стадион Собирали Проповедники А рядом На стадионе Собирал Это Кашпировский Турсал Только Он совсем Другой Проповедник Вот Так Это Наглядно Было Это разделение Вы знаете У нас Христианский Лагерь И ребятишки Слушают Сова Божья Это Мой Внук Там был Он рассказывал И Какой-то Мальчик Он Не воспринимал Он Противился Он залез На дерево Рядом Он Швырялся Там Срывал Там Какие-то Что там Какие-то плоды Были Ветки Швырял В них Кричал Лежал Ногами Махал Понимаете Почему Потому что Те Друзья Охвачены Были Благоговением То есть Это Что-то Нормальное Потому что Человек Существо Сложное И Среди людей Разные Люди Бывают Поэтому Вот так Надо Понимать Но Компромисса Между Служением Себе И Служением Богу Только Истинно Обращенные Составляют Церковь Да Мы согласны Что только Истинно Обращенные Составляют Церковь Но Видите Какие слова Если Мы Не Славим Всеми Чувствами И Телом То Мы Не Славим Его Вовсе Вот Такое Мнение У Этого Знаменитого Проповедника Возрождения Энофана Эдвардса Запомнили Соединили С ним Вот Такое Высказывание Вы Сами Понимаете Что Будет Сделать Да Религиозное Чувствование Но А можем Мы Понять Как-то Из своего Опыта Понять Это Высказывание Его Что Славите Его Всеми Чувствами И Всем Телом А кто-то Значит Очень Очень Так Хорошо Себя Чувствует Как Можно Поднять Да Специально Так Получилось Одна Церковь Такая Другая Такая Такая Типа Идея Раз И Кто-то Более Такой Экспрессивный Но Есть Везде Излишества Вот Такое Вот Такое Вот Это Излишество Это Так Не годится Вот Ну А у вас Когда-нибудь Бывало Желание В радости Воздеть Руки И сказать Слава Тебе Год Понимаешь Слава Понимаете Когда хочется Попрыгать Вот Что Когда хочется Попрыгать Попрыгать Да Взыграете Коксильцы Упитатые Коксильцы Прыгают И копытами Прыкивают И Так Значит Вы запомнили Энафан Эдвардс Нордхемптон 1740-1744 И вот это Релизиус Аффектшн Ищите нас В поисковых системах По запросу ТВ-семинария Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok